вы должны молчать и слушать молчать и слушать что вам говорят приветствую вас друзья сегодня на обзоре у нас такое вот будет достаточно интересное устройство для автомобиля то есть предназначена для автомобилей друзья у кого нет такого большого в данном случае 7 дюймового информационного дисплея а есть только авторадио значит что у нас есть комплекте вот такая вот друзья простенькая довольно инструкция здесь все описано расписано в принципе тоже что я вам расскажу наверное вам даже расскажу и побольше и по понятней поставлялась вместе с картой памяти 64 гигабайта с такой вот друзья наклеечкой в виде двухстороннего скотча то есть для того чтобы мы могли приклеить это все дело на панели автомобиля то есть кому нравится скотч мне же нравится допустим присоски можно докупить присосочку и прикрутить ее вот в это вот место вот так комплектуется адаптером питания то есть входное напряжение у нас может быть 1240 вольт выходное 5 вольт 3 ампера то есть достаточно мощный источник питания смотрите какой дизайн дизайн такой карбон прикольная штука здесь должна быть по идее кнопка включения но что-то видимо производитель забил на это все дело и поставили просто заглушку на втором конце имеем тайп си разъем и немаловажным дополнением у нас друзья является камера заднего вида считай полноценная камера заднего вида то есть кто хочет ставим салон за наблюдение за наблюдением за пассажирами допустим какие-нибудь там таксисты ну а кто хочет ставим на улицу где-то в районе багажника и будет работать как полноценная камера заднего хода давайте позже расскажу покажу значит что у нас есть на самом девайсе друзья вот это вот хине окно ну хоть и бей не знаю что то такое значит дальше у нас есть как написано чувствительный встроенный микрофон кнопка включения выключения значит наш дисплей в нашем дисплее установлено сердце в виде процессора арм а7 с частотой 1 гигагерц не знаю правда нет вот камера задние 720p камера здесь у нас 1080p тоже это все указано производителем не знаю правда не правда но как-то как-то так оно и есть значит с этой стороны у нас есть разъемы это aux разъем под карту памяти которую я уже установил ребята и разъемчик для подключения нашей камеры заднего вида ну и соответственно разъем питания давайте все подключаем камеру подключаем так и смотрим что у нас да как получается используем друзья как всегда мой незаменимый лабораторный источник питания врубаем наш источник питания проверяем напряжение 14 4 вольта нормуль включаем плюс сюда и минус друзья сюда и ждем включение вот таким образом у нас запустилось устройство то есть процентах 80 вот этот вот мониторчик может заменить полноценную автомагнитолу очень интересная штука значит давайте сразу отсюда здесь у нас есть время дата здесь мы можем регулировать громкость то есть у нас внутри есть друзья встроенный динамик вот я бликую видите здесь динамик а здесь бликую вот такая вот решетка охлаждения так как устройство у нас немножко немножко но греется ну как немножко нормально греется как любой принципе видеорегистратор вот здесь мы можем регулировать соответственно яркость ну давайте 50 так примерно и поставим пускай так и будет имеется у нас ребята carplay то есть совместная работа с айфоном потом мы с вами посмотрим имеется android авто совместная работа со смартфоном на базе android и сразу кнопка большущая видеорегистратор вот давайте снимем и начнем как мы видим я включил видеорегистратор и у нас экран поделился на две камеры то есть вот у нас друзья задняя камера которая кручу-верчу и соответственно передняя камера которая расположена непосредственно на задней панели нашего дисплея вот камера имеет возможность ухты смотри отключил сейчас мы быстренько подключим попробуем все выключилось так все подключили значит камера у нас может вращаться как право влево так ребята и вверх вниз что тоже немаловажно у нас идет опять включение так как случайно я сорвал минус вот думаю с этим понятно с этим рассказал значит двойным тапом мы можем по выбор по выбранной камеры тапнуть и включить ту камеру которая нам нужна сейчас я включил соответственно камеру на задней панели дисплея опять тапаем двойным тапом и опять тапаем двойным тапом и включаем уже заднюю камеру непосредственно друзья также эти камеры можем переключать непосредственно вот с этой вот менюшки здесь у нас показывает индикатор что производится запись вот можем под циклично вот этой кнопочкой все это делаем и ребята менять также можно сделать фотографию можем заблокировать ребята файл либо разблокировать дабы он в процессе не стерся можем включить выключить микрофон и мы немаловажная штука можем прямо на этом устройстве посмотреть наши записи допустим выбираем какую-нибудь эту запись включаем и смотрим ребята вот здесь мы можем разблокировать заблокировать сразу файл поставить на паузу допустим поставить на паузу либо просто взять и удалить допустим нет не все файлы давайте не будем пока удалять пускай будет надеюсь этим понятно да ничего не до конца показал вот значит здесь у нас видео эта кнопочка у нас фото как которые у нас есть данном случае насколько там шесть фотографий здесь мы можем посмотреть заблокирование заблокированные разблокированные файлы и здесь у нас п кнопочка это записи которые были произведены во время парковки ну сейчас таких таковых у меня нет думаю с этим понятно ребята все возвращаемся домой и смотрим дальше что у нас есть так давайте сразу по настройкам пойдем по порядку значит первым делом вам нужно будет конечно же при первом включении будет все это дело на английском языке поменять язык вот он находится вот здесь думаю все найдете но мы начнем по порядку вот самая важная кнопка если вы будете пользоваться не то айфоном не то андроид телефоном сразу вам друзья у кого айфон включаем apple carplay у кого айфон включая а у кого android включаем android auto чтобы не было потом вопросов почему не подключается почему это и это не работает с этим понятно формат камеры мы можем сделать 720 и 1080 как вы видите далее пикселизации можно сделать два с половиной к 1080 720 ну я установил по максимуму пока тестирую посмотрю значит цикличная запись ребята всем понятно я думаю минута 3 5 то есть при заполнении карты памяти у нас стирается самый старый файл на него место записывается новый потоковое мультимедиа я включил можно выключить можно включить по камерно дабы в процессе можно руками было переключать нам в процессе движения вперед и заднюю камеру посмотреть экспозиция думаю всем понятно g-сенсор я устанавливаю как всегда на самый низкий уровень надо конечно тестировать может быть подойдет сюда и средний низкий почему чтобы не срабатывало наше устройство на хлопки капота там дверей и т.д. и т.п. дальше labs record это все относится к записи на парковки то есть можем установить кадр в секунду можем установить два кадра пять кадров или выключить здесь непосредственно включаем разрешение на запись на парковке при этом конечно же устройство ваше должно быть подключено к бортовой сети автомобиля постоянно далее у нас настроечки информация о водяных знаках я так понимаю здесь информации это просто дата время чтобы у нас отображалась в видео записывалась можем включить выключить значит кар осд здесь мы можем указать наш номер автомобиля который в свою очередь будет тоже отображаться в видео экран сна то есть через минуту 35 если мы установим данные показания у нас дисплей потухнет сам собой так и вот здесь самая интересная вещь калибровка нас их линий давайте я пока выйду продемонстрирую вам как же можно пользоваться нашей задней камерой вы видите в задней камере нашей есть активационный либо по-другому триггерный провод который мы можем подключить к фонару заднего хода и при включении задней передачи наша система будет знать что мы едем назад то есть используется как полноценная камера заднего вида и так представляем что мы подаем включаем передачи у нас на фонар пошел плюс хоп и у нас включилась друзья задняя камера с парковочными линиями многие спросят что линии какие-то на весь экран нам так не нравится так вот выключаем нашу заднюю камеру выходим опять друзья домой ходим на стройки и ищем вот там где мы остановились остановились мы на калибровка реверсивной нажимаем и смотрим и удивляемся что мы можем наши линии друзья смотрите как как хотим куда хотим калибровать подтягивать так вытягивать то есть как душе угодно настраивать наши линии вот это единственный немаловажный такой инструмент который есть данном оборудовании едем дальше отодвинуть зеркало это у нас зеркалировать переднюю камеру насколько я понял друзья оттянуть сальдо назад это зеркалировать заднюю камеру далее микрофон я думаю понятно включить-выключить установка времени ну давайте не буду даже нажимать установка даты все понятно смена языка здесь друзья частота в нашем регионе используется 50 герц поэтому 50 герц мы и устанавливаем значит звук клавиш можно включить выключить тоже понятно звук загрузки тоже понятно включить выключить gps конечно же включаем вайфай информация вот эта интересная вещь вот сможете прочитать то есть описание вайфай загрузить и установить и приложение для поддержки удаленного предварительного просмотра и управления функцией то есть также можем пользоваться как вот допустим я делал обзоры на камеры видеонаблюдения устанавливаем приложение скачиваем qr-код и у нас есть доступ уже непосредственно к управлению нашими камерами то есть интересная штука наверное на этом останавливаться не будем ну а здесь мы можем очистить карту памяти конечно же нет сбросить на заводские конечно же нет пока что и у нас здесь есть версия программного обеспечения друзья по программному обеспечению я пока вам ничего не расскажу как что здесь обновляется так как никакой информации меня пока по этому поводу нет если что-то появится я добавлю в описание к данному видео все а теперь переходим к последний на из настроек это вот у нас настройка у меня сейчас это все дело выключено друзья это не радио хотя это своего рода радио это fm трансмиттер то есть если мы хотим в дороге слушать звук непосредственно из нашего ящика вот этого значит эту штуку выключаем если мы если же мы хотим слушать звук громкий допустим с нашего авторадио включаем данную штуку настраиваем частоту допустим вот 87 и 7 ловим на нашем авторадио тоже 87 и 7 и получаем звук уже со авторадио они отсюда пока же я выключу и последняя настройка здесь мы коннектим наши друзья устройства то есть телефоны будь то apple будь то android к чему сейчас и перейдем есть у нас еще какие-то настройки вот здесь мы можем поменять друзья имя нашего устройства то есть смотрите в чем фокус выходим домой когда мы хотим подключить допустим carplay у нас вот такая вот табличка выскакивает все на русском более менее понятно и вот нам надо найти имя с таки устройство с таким именем допустим это будет вай-фай не то это будет bluetooth но включать надо и то и другое с этим думаю понятно все переходим к настройке carplay посмотрим как все работает там по быстрому так ребята пробуем подключиться carplay через iphone данном случае iphone 11 iphone не мой поэтому возможно будут проблемы с вызовом сири но мы попробуем значит смотрите я думаю не для кого не составит труда подключиться к вай-фай и подключиться bluetooth моем случае все уже подключено остается здесь включить наше устройство и у нас вот такая картинка друзья выдается значит что здесь можно давайте попробуем вызвать нашу сири привет сири включить музыку друзья много не буду дабы youtube нас не забанил привет сири включить радио так думаю с этим понятно привет сири открой навигатор вот оформите подписку яндекс плюс но здесь у нас нету яндекс плюс так давайте мы наверное еще раз попробуем привет сири привет сири открой карты вот пожалуйста что угодно мы можем куда угодно посмотреть проехать пройти то есть друзья думаю с этим все у нас понятно есть вот такая у нас менюшка вот такая вот менюшка то есть можем вызывать сообщение там допустим давайте попробуем позвонить привет сири привет сири позвонить папуля давайте сделаем отбой так как сейчас все это дело будет звонить не видите можно с легкостью голосом управлять звонками то есть все все и всем чем хотим и чем угодно просто шикарная вещь все работает четко аккуратно и с легкостью также можем передавать и сообщение так а что у нас в автомобиле давайте посмотрим это мы просто отключаемся и выходим на внешний дисплей вот все друзья сейчас будем пробовать android авто значит друзья сейчас попробуем подключить соответственно android устройство ну все то же самое подключаем вай фай и bluetooth только впереди перед этим всем подключением ну пускай уже загрузится я дальше покажу вот она сейчас все подхватывает вот и у нас все включилось но перед тем как мы это сделаем во первых и сразу мы у нас включилась подкаст значит понятно что можем включить выключить там допустим музыку значит сейчас друзья сыниша мой скажет окей google так как видите на мой голос не работает его телефон и попробуем найти какой-нибудь там допустим маршрут и позвонить давай сын окей google маршрут не свеж загруженность дорог низкая поездка на автомобиле в пункт не свеж займет 24 минуты вот отлично все у нас работает ну давай попробуем еще к кому-нибудь позвонить дабы не растягивает наше видео окей google позвони дашу ли звоню контакту дашу ли вот видите звонок идет то есть я сейчас выключу дабы нам никого не беспокоить ну в принципе у нас есть вот такие вот иконки настройки так где наши иконочки то есть можем тоже и погоду кстати спроси погоду попробуй окей google погода в городе клецк в клецке сейчас 16 градусов и облачно с прояснениями сегодня местами кратковременные осадки от 12 до 19 градусов думаю друзья на этом мы остановимся так как все наверное все понятно как все это работает есть кнопочка что то тут у нас и настроить запуска приложение открыты можем также писаться об все так же как принципе и на андроиде только единственный нюанс возвращаемся домой и перед подключением нашего android устройства поменять нам нужно вот эту вот первую настройку с айфона на android и этого делать мы не забываем ребята значит друзья вот так выглядит наше устройство автомобиля приложил ковриком и вот такими собаками дабы она хоть как-то до стояла вот немножко возможно при съемке будет все это дело видите трястись но вы уж не обессудьте по крайней мере картинка как задней камеры так из передней очень красивая ну вам конечно это будет не будет видно так как все это дело бликует видите моя рука отражается все отражается но картинка очень красивая друзья сейчас я проеду сниму кадры дневной съемки вечерком сделаем ночную съемку посмотрим как это все дело выглядит и соответственно в конце видео я проложу все эти кадры ну а теперь я хочу с вами проститься всем спасибо за просмотр что были со мной пока 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 и по Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok